Субтитры создавал DimaTorzok Да, да ну нахрен. Ну вы издеваетесь? Ну пожалуйста, только не он. Я не хочу. Ладно, пофиг. Стас, чтоб как-то быстрее сконнектиться, я вот тоже накрутился. Поэтому чтоб какой-то сразу мы вайп словили с вами. Вам не обидно, что все постоянно шутят, что у вас маленький рот, хотя у вас его вообще нет? Есть. Так. Стоп. Был звук. Был звук, еще раз. Стас. Что? Был. Еще раз можете? Издеваюсь. Откуда звук? У меня есть рот. Нет. Нет, нету точно. Снимите крупно, чтобы уважаемые подписчики не думали, что я вру. Ну вот, нету. Ну вот, нету. Все, короче, Стас, это уже сейчас вранье начнется. Давай дальше. Так это вы зачем щеку-то снимали? Ну, потому что она там сейчас по геолокации, где рот. Инопланетяне украли у Кати Лели зубы. У вас рот. Что они там вообще собирают? Как вы думаете? Почему инопланетяне украли у меня рот? Я же откуда-то говорю. Ну вот это вот загадка. Загадка. Человечество. Да. Дружко вам не звонил? Кто? Дружко. Не звонил вам? Нет. Значит, не нашел еще. Кстати, а вы не пробовали что-то сделать с этим? С чем? Ну, не знаю, там, сходить на курсы по расширению рта. А, у меня есть курсы по расширению рта? Ну, конечно. Блядь, я кого они? Курсы по расширению рта. Ну, эти курсы... Минет. Что? Минета. Я кашлял просто. В момент кашля сказал, минет. Курсы минет. Ладно, Стас, я понимаю, реально вас задолбала эта тема. Я знаю, как помочь. В общем, уважаемые подписчики, если это видео наберет 500 тысяч лайков, мы со Стасоном сгоняем в клинику пластической хирургии и забацаем ему нормальный рот. 500 тысяч лайков? Ну да. Не наберет. Вы знаете, что делать? Не, ну если знаешь, этот... 500 тысяч лайков у тебя наберет, может тогда под последним моим выпуском Музлов-то тоже сделают хотя бы тысяч 100 лайков. Не надо? На моем канале. А, не, не надо. Зачем? Сколько это, блядь, не надо? Зачем это надо? Мы сейчас искренне с тобой разговариваем. Конечно. Ну, в чем вопрос? Давайте. Ну, давай. Ты меня за рот троллишь, блядь? 500 тысяч? Все. Ну, как это не троллишь? Я, наоборот, помочь. Ну, помог. Окей, 500 и у меня 100 тысяч. В чем проблема? Кого-то это мне надо просто. Это мне надо просто. Рот? Лайки? Не, ну рот кому нужен? Да, блядь! По-моему, ты за меня больше переживаешь, за мой рот, чем я сейчас переживаю за свой. У меня все нормально. Мне нужно 100 тысяч лайков на моем Музловском канале. Признание проблемы — это первый шаг. Кого? Проблемы. Чего? Признание проблемы — первый шаг? Ну, ты тоже сейчас признаешь, получается, проблему, что ты просишь лайки-то у людей. У тебя их нету, что ли? Я за тебя прошу. Да не надо за меня просить. Братцы. Еще раз, 500 тысяч поставят и просто идем. А у меня просто хотя бы сотку. Кто с уважухой ко мне? Ну, давайте попробуем. Давайте. Давай, бать, давайте. Ну, не факт. Да. Ну, а как оно? Просто людям же должно нравиться еще. А Понарошку — это же не настоящая фамилия? Понарошку — Ирена, в смысле? Ну, да. А причем она какое отношение ты ко мне имеет? Ну, просто не звать же ее ради одного вопроса. Как бы Ирену ради этого выдергивать. Кстати, а почему Ирена, а не Ирина? Блин, уже два. Уже больше, чем на вас. Если мы говорим про мое творчество? Или про что? Для чего вы меня сюда позвали? Просто она-то тут при чем? Я с ней даже никак по творчеству не пересекаюсь. Но вы не знаете. Я с ней виделся в последний раз лет 15 назад. Не знаю. И не спросили. Блин, ты видел с Ирены и не спросил? Я с ней виделся в последний раз 15 лет назад. Так. Она Понарошку была? Понарошку была. Получается, вы не виделись? Виделись. Сказал Понарошку. Блин, братан, ты изъебываешь. Я тебе серьезно говорю. Для тех, кто не понял, у меня в гостях Стас Рушин. Я Рушин? Да. Ты и ты. Ты Рушин? Нет, ты Рушин. Заебись, четко исходит. Ты просто не пойму, блин, фамилию Скауден. Я... Ну, ты... Ну, я Рушин. Ты Рушин? Я Рушин, да. Стас, еще раз извините, что пришлось вас выдернуть с пар. Я понимаю, как это важно, что пропустишь сейчас что-то все, потом ничего не догонишь. Но не волнуйтесь, я с Майклом договорился, он все лекции перепишет. Разъебуще. Да? Да. Стас Ярушин. 41 год. Студент. Уникальный случай. Первый человек, у которого в студенчестве перестал стоять член. Все нормально? Не, ну, понятно, степуха капает. Бесплатно можно в зоопарк ходить. Знаете, остальное это второстепенное все. Сначала был универ. Да. Потом универ, новая общага. Да. Правда, что из-за дорогущего ребрендинга пришлось отказаться от сценаристов? Че ты несешь, пиздец? Че ты несешь? Да, пришлось отказаться от сценаристов. Угу. Вот это заявление. Угу. Сильно. Да. Кстати, видишь? Мозоль на палец. Угу. Это я вчера в гугле вбил Станислав и колесико на мышке очень долго крутил вниз, пока не появится Ярушин. Угу. Угу. Больно. Че? Мозоль, боль. Стас. Да. Что будет проходить с 11 по 14 ноября на Озон? Я откуда знаю. Подсказка. У вас будут руки за грибуки. Ну, грандиозная распродажа со скидкой до 90 процентов будет на Озон, Стасон. Созвонись с Димом Маликом, он тебе подробнее все расскажет. Вы вообще ожидали, что доживете до 41? Просто достаточно растерянно выглядите, как будто не знаете, что дальше делать. А я знаю, что дальше делать. Я же должен... О нет, Стас, это не выход. Суицид это не выход. Богдан, мы же про творчество разговариваем, я знаю, что дальше делать. Например? Как раз, может, творческими планами для наших телезрителей поделитесь? Ну, делать все то, чем я занимаюсь. Продолжать дальше двигаться в этом направлении, в творческом. Кому-то нравится моя музыка, кому-то нравится актерская деятельность, кому-то нравится шоуменская деятельность, кому-то юмор и так далее. Ну, юмористом я себя не считаю. Бесконечный респект за это. Если еще в остальных признаешься в деятельностях, то вообще... А ты себя считаешь... Интервьюером. Крутым. Интервьюером. Ну, на уровне, я думаю. Хотя бы... О каком примере? Ну, я думаю, Ирочка Шихман гордилась мной. А может, и гордится, я не знаю. Это кто? Ирина Шихман. Подружка Ирины понарошку? Нет, это интерьер. А вы знаете о существовании друг друга, она и ты? Я не уверен. Ну, как бы я и начал заниматься журналистикой из-за Ирины. А может, ты назовешь кого-то еще? Ну, вот... Статуснее кого-то из интерьеров. Кто твой кумир из интерьеров? Ну, я вышку назвал. Вышку? Ну, то вот, кто недосягаем. Окей. Дальше давай. У нас новая рубрика. Наденьте, пожалуйста, на Стаса наушники. Наша рубрика называется «Как Стас Ярушин выглядит в наушниках». Довольно херово, Стас. Снимайте. Вы кудрявый. Вы клен? Тоже сейчас кудрявый. Но я сейчас клен. Я сейчас кудрявый. Но я зачем накрутился, если бы ты не был кудрявым? Ты чересчур накрутился. Я нормально накрутился. Но я же не встаю каждый раз утром и... Какие претензии вообще к моему отчиму? Он как мог, так накрутил. Вообще первый раз это делал. Я же не встаю каждое утро и плойкой себе волосы не закручиваю. А как это получилось? Кудрявых людей не бывает, что они родились и стали кудрявыми. Братан, природа, блин. Да не бывает кудрявых людей именно с рождения. Это все завивка. То есть Леонид Акутин все время заебался и... Конечно. Он даже в интервью, по-моему, говорил. Я устал закручиваться. Игорь Николаев, да, тоже? Нет, он продолжает. Игорь Николаев лысый. А, это, блин, вообще крутой. А, ну да, ты перепутал, да? Да. Николаева я не знаю. А кого кудрявых еще знаешь? Стас Ярушин. Ирочка Шихман. Мое почтение. Все. Вы не участвуете в шоу «Маска», так как, если с вас снимут «Маску», все равно никто не поймет, кто вы. Все-таки. Что? Что это? Я? Ну да. Меня просто не звали в шоу «Маска» и все. Ну, потому что, как смысл, а если вы ее снимете, такие, и что? Верните обратно рысь. Я ее хотя бы знал. Может быть, из-за этого даже, да. Может быть, из-за этого. В желтой прессе про вас очень часто распространяют всякий бред. Например, я где-то читал, что вы якобы играли в боевике максимальный удар с такими звездами Голливуда, как Дэнни Трэхо, Эрик Робертс и Марк Дакаскас. Вы знаете, кто распространяет эти слухи? Ну, я действительно снимался в этом фильме. Ага, я понял. То есть вы. Я так и думал. У вас на животе есть сумка, как у кенгуру? На животе сумка, как у кенгуру? Почему у меня на животе должна быть сумка, как у кенгуру? Ну, не знаю. Я пытаюсь понять, за счет чего вы можете быть популярным. Может быть, из-за сумки, что у вас такая же сумка, как у кенгуру. А то, что человек работал всю свою жизнь и шел к чему-то? Да все работают. Ну, это же дом. Чувак там идет от метро. Он неизвестный же. Работал всю жизнь. Стас, у меня тут племянник вас нарисовал. Посмотрите. Тут написано «Авиасейлс». Да. Это сервис для покупки дешевых авиабилетов. А я тут при чем? Не знаю. Он художник, он так видит. Привет от вас. Передать? Передай. Сейчас будешь передавать? Не, я даже не буду, скорее всего. У вас красивая жена и красивые дети. Ну, да. Правильно все-таки говорят, что в семье не без урода. Кстати, в Википедии написано, что вы женаты на Алене Ярушиной. Ну, да. А это нормально вообще, жениться на сестре? Почему на сестре? Ну, потому что Ярушина. Она взяла мою фамилию. Нет. Не вашу, а вашего отца. Как и вы. Размялся? Дальше? Дальше. Давайте. Немного личный вопрос. Как думаете, если с женой разбежитесь, кто дальше прыгнет? Куда? Длину? Ебать-то и в этом смысле слова. В каком еще можно разбежаться с женой? Если с женой разбежитесь, кто дальше прыгнет? Да, я в ссоре сразу говорил за личный вопрос. Ссори. Мне самому тяжело задавать его. Я дальше прыгаю. Через полотом занимающего. Выебать? Че? А? Выебать? Угу. Не, я не пью. Что ты заебал меня уже, если честно? Ну, че слово. Да ты что-то тоже меня заебал. Следующую рубрику мы подсмотрели в телепередаче «Сток одному». Мы задавали людям на улицах вопрос, кто такой Стас Ярушин. Вам надо угадать четыре самых популярных ответа. Актер? Нет. Шоумен? Нет. Певец? Нет. Ну, типа там, они говорили, я не знаю. Блин. Но они отвечали в душе не ебу. Ну, думаю, мы можем засчитать? Да, засчитываем. Окей. Еще три варианта какие есть. Их нет. Все так ответили. В душе не ебу. Да, девяносто четыре человека. Вы певец. А кто лучше поет, Стас Ярушин или Витас? Хрена, ты вспомнил Витаса. Хрена, я вспомнил Ярушина. Один из альбомов вы назвали «И этот запел». Почему? Ну, я предвкушал, что скажут слушатели. Что тогда они назвали? Ну и гавнище. Или выключи эту херню. Просто много людей писало в соцсетях. Ну и гавнище. И этот запел, и поэтому я стал писать. Записал альбом, и этот запел. Писали, и этот запел? Писали, и этот запел. Писали, и этот запел. Не знаю. Вам кто-то комменты, может, чистят из ваших. Никто не написал, ну и гавнище. Никто не написал, ну и гавнище. Ну, как минимум сейчас с тобой человек сидит, который писал. Значит, затирают. Звонили из рая, сказали, что пропал самый красивый ангел. А это, извините, это не на вас вопрос. Да. На Барбару Брыльску. Был. Сколько вы платите звездам, чтобы они снимались в такой хрене, как Музлофт? Сколько ты платишь звездам, которые сюда к тебе приходят? Нет, тут совершенно другой принцип. Во-первых, это не хрень. А во-вторых, у меня еще ни одной звезды не было. Я прочитал, что в детстве вы были активным, веселым ребенком, который занимался спортом, музыкой, участвовал в школьных спектаклях. А зачем было стареть? Все же было неплохо. Дом построили? Дом построил. Сына родили? Да. Дерево посадили? Почему еще здесь? Дом не достроил, сына родил, дерево не досадил, даже не посадил еще. О-о-о. Короче, сколько еще? Ну, когда вы примерно достроите? Дерево принципиально не буду сажать. Не люблю сажать деревья. Блин, почему именно вот этого не любить? А не играть в кино, там, петь песни? Ну, если ты во все это веришь, тогда я достраивать не буду, мне хочется пожить. Обещаю, если ты умрешь, то я продолжу делать музлофт за тебя. Обещаю при всех. Я думаю, что моя аудитория тебя к ебеням пошлет вообще. Несмотря на ебеня и все, пусть все отпишутся, я буду продолжать твое дело, старик. Так что смелее. Ты там один, мне кажется, останешься, сам собой будешь музлофт херачить. Ну, как и ты. Или там кто-то есть еще? Я просто не все смотрел. Там есть, там музыканты есть, там люди, гости приходят. Вменяемые ребята, да, там. Вменяемые ведущие, потрясающие музыканты, профессионалы своего дела. Не такие ебланы, как вы, Богдан. Я продолжу ваше дело. Продолжаемое дело. Так что достраивайте дом и... Я тебя с собой заберу, блядь. Не стыдно. На музлофт. А мне за музлофт стыдно будет, если ты туда придешь сядешь. Ты не узнаешь. Сука, я тебя с собой заберу, я тебе клянусь. Вот на музлофт. Я бы ушел, если бы кому-то надо было доделать музлофт. На музлофт даже не рыпайся. Нихуя не ты. Я сделаю выпуск с Айзой и тоже, блядь, уже могу уходить. Но я должен музлофт с Айзой. Это ждут все. Нихера. Я тебя с собой заберу, блядь. Лучше я буду мучиться там с тобой, чем, блядь, ты здесь один будешь поганить классный продукт. Дай мне шанс, чувак. Нет. Кто вам дороже? Я или мама? Тупой вопрос. Вам. Я вам эстафету Vice Bucket Challenge передал в 2014 году. Вы ее не приняли до сих пор. Из-за этого челлендж даже заглох. Может быть, все-таки сейчас исполните то, что обещали? Я с большим удовольствием, братан. Ну что ж, давайте опять я. Я передаю эту эстафету Леониду Слуцкому, братишкину и Джонни Бою. Парни, давайте вдохнем в этот челлендж новую жизнь. Let's go! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...